Хоу. Как быстро выучить язык? Прямой вопрос, значит прямой ответ. Есть два варианта. Первый учить английский как хобби, то есть ходить в разговорные клубы, там говорить про чай, про печенье, но про английский не учить. Либо второй вариант. Вы берете и начинаете работать над изучением английского. Плюс надо найти толкового представителя. В чем разница между плохим хирургом и плохим репетитором? Если плохой хирург, то это сразу заметно. А то, что плохой репетитор, то это никто не заметит. Я хороший репетитор, потому что я native speaker. Я носитель языка, плюс я понимаю русский. Если я полиглот, то я знаю пути, как преодолеть языковой вопрос. А насчет вас. Мы должны сразу начать заниматься книжкой Мерфи. Книжка Мерфи – это золотой рецепт. Все ее хвалят абсолютно. От малого и до большого человека. То есть можете просмотреть видео уроки на эту тематику. Плюс нужно заранее разработать слова. Слова – это лексика. А вы должны знать, не пугайтесь, 5000 слов. Знаете 5000 слов? Выучите. Лучше всего учиться сразу и интенсивно, пока есть желание. То есть в первых три месяца учить язык в удовольствие. Я открываю новый мир. А вот другие люди пускай смотрят «Дом-12» за телевизором, а я сижу и занимаюсь умным делом. Потом желание спадает. Если преподаватель хороший, то он смог дать результаты. И вы на энтузиазме плюс на видимых, ощутимых результатах, вы понимаете, что доучиться стоит и доучиться осталось всего-то самую малость. Но если преподаватель оказался посредственностью, а таких большинством, то есть за три месяца он ничему не научил, вы думаете, блин, я сама себе закрутила гайки, ничему не научилась, а жизнь молодая, ой, времени так мало и все такое. Это неправильный подход. То есть вы должны знать, надо серьезно работать. Хотите выучить быстро урок, это английский, это надо 2-3 урока в неделю. Выполнение домашних заданий обязательно, причем я знаю, что энтузиазм ученика нельзя, чтобы он упал ниже пределов. То есть в основном домашние задания прослушивать аудиофайлы. А мы разобрали с вами на уроке материал, чтобы его закрепить в памяти, надо прослушать аудиоматериал. То есть что вы делаете? Делаете по дому какую-то работу, включили этот материал для фона, для валерки, и оно работает. Это не то, что там секретные аудиосигналы на подсознание. Я лично это называю метод тещи. Допустим, теща говорит зятю, зять, делай ремонт. Зять не хочет. Она его 10 раз за месяц пропилит, и он сделает ремонт. Так что вы будете прослушивать англоязычные файлы, это будет ваша английская теща или свекровь соответственно. Я извиняюсь за такую грубую терминологию, но человека надо встряхнуть, чтобы ему захотелось действительно работать. Ваша цель? Выучить язык. Моя цель – быстро вас научить. Если мы правильно скооперируемся, то результат будет 100%. Допустим, средневековый врач Авиценна, он говорил так больному. Смотри, я врач, ты пациент, а вот болезнь. Ты какую сторону выберешь? Меня как врача или болезнь, если ты будешь нарушать режим? Как это применительно к языку? Я репетитор с английского. Repeat по-английски значит повторять. Учить – это значит повторять. Повторение – мать обучения, но в английском языке не так. Тройное повторение – мать обучения. Потому что там куча правил, куча исключений и еще. Не надо точно вдумываться. Не надо вдумываться. Допустим, вам надо выучить текст на две страницы. Вы берете губку, просто впитали, на экзамене сдали. Если вы будете помимо этих двух страниц учить четыре страницы грамматического комментария, то есть куда артикль, куда склонение, то это будет сакс, это будет неправильно. Почему? Это непродуктивное время. Вы должны учить непосредственно качественный английский. И еще. Есть хорошая рекомендация читать параллельные тексты. Часть русская, часть английская. Метод или франка. Я его буду хвалить много раз. Вы официально, лицензировано покупаете эти книжки. Я надеюсь, что вы все-таки так сделаете. И сразу начинаете читать. Вы видите, эффект магический. Потому что, когда вы читаете, оно заходит к вам на язык. Что у человека в уме, то и на языке. Чтобы было правильно, то не нужно слушать попсорноязычную. Да, оно вроде и действительно прикольно и красиво, но факт. Это просто лозунги. Там нету грамматически правильного языка. У современных писателей очень талантливый человек. Это Пелевик. Почему? Потому что он пишет внятным русским языком. Видели? Изредка вставляет такие красивые эффектные термины. А если взять любую музыкальную группу? Ну что там? Просто крик вой. Учите серьезную английскую классику. Бернард Шоу очень хороший автор. Я не школьная учительница, которая будет рассказывать. Вот надо читать классику, гуманизм и все такое. Я ближе к бизнесмену. Я мыслю в сугубо практическом смысле. Бернард Шоу он классик и драматург. То произведение, которое я вам рекомендую прочитать. Игмалион. А мораль такова. Профессор Хиггинс. Вы знаете, есть учебный курс Профессор Хиггинс. Неспроста он так назван. Он был профессором фонетики. Он мог по акценту человека сказать, с какой местности. Но сверх того, даже с точностью до двух дней. Он пришел на центральный английский железнодорожный вокзал. И начал указывать, кто откуда и угадал. Потом он заспорил с другим джентльменом. Что он возьмет простушку с английского гетто. Белого гетто, но все равно гетто. Потому что нет образования, нет возможности. И сделает с нее леди. В течение определенного количества месяцев. Да, у нее было хамство. У нее было базарное хамство. И так все. И так далее. Но он выбил с нее акцент. И особенно вот эту похамливающую интонацию. Результат. Эту мисс Дориттл привели на дипломатический прием. Она себя хорошо держалась, как великая светская леди. И профессор Хиггинс выучил. Мораль такова. Эта необразованная женщина преодолела путь в английском языке. Соответственно и вы. Я за словом в карман лезу. Я знаю, что, когда сказать человеку и под каким соусом. У многих преподавателей есть проблема с нахождением психологического контакта с учеником. А репетитор это живая профессия. Это не то, что в сухую гонять по материалу. Если взять книжку любую и просто читать ее, то ученик не будет лечиться. Его надо подбодрять, развивать. Я знаю, развивающие игры очень сильно развивают. А больше всего развивает английский язык общение с хорошим преподавателем. I am the champion. Я хороший преподаватель в английском языке. У меня получается учить. Божья искра, можно сказать. Верьте в меня, я верю в вас. Чтобы наша вера окрепла и подо не угасла, добавьте в скайпе SmartTeacher197. Поскольку моя божья искра не позволяет мне делать гнусные и недостойные поступки, то я работаю честно. Сперва я провожу урок, потом вы довольны и оплачиваете. А для сравнения, все мои конкуренты берут деньги вперед. Деньги брать вперед это практика, которая показывает, что человек не профессионал. Я профессионал и никогда не сомневаюсь, что мне заплатят, не заплатят. Мне всегда заплатят, потому что людям нужны качественные знания. Это то же самое, как к врачу с золотыми руками, очередь выстраивается. Дай вам Бог здоровья и еще хороших знаний английского. Всего наилучшего и goodbye. Субтитры сделал DimaTorzok